Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сейчас не утро, как обычно я утром бываю, начинаю новый влог. Сейчас у нас вечер, я монтирую параллельно. И сейчас у нас нет дивана здесь, но я включила сериал. Пока у меня там что-то грузится, нет-нет, я включила сериал «Дело», мне нравится. Я уже последний сезон смотрю, там каждая серия по-новому выходит. В общем, мне некуда лечь, некуда присесть, только вот кресло и так далее, да. Извиняюсь за бардак, опять же, я Даню только уложила недавно, он тут навел, я еще не успела его брать, потому что первым делом я сажусь за монтаж, пока будет выводиться фильм, я уже здесь буду наводить порядок. Но вот я хотела показать вам, какая штука у меня есть, давайте ее вместе разложим. Пока дивана нет, можно и такой штукой как бы воспользоваться, да, но в всяком случае комфортненько в ней лежать. Я думаю, деньги очень понравятся завтра. Коша, иди, я тебя, да я тебя посажу на нормальное местечко, мягенькое, смотри. Коша, оп, ну что, тебе нравится? Ты не поймешь, что происходит? Скажи, мам, что ты сделала? Мам, что ты сделала? Ну смотри, лежи, отдыхай, мягенько ложись. Все, утонула в роскоши. Нравится? Скажи, спасибо, мам. Находка какая. А еще, девочки, смотрите, какая вещица у меня появилась. Блин, на сегодня ко мне пришла, вот я ее еще не распечатывала. Это грин-тест. Я теперь смогу измерять количество нитратов в более чем 60 видов фруктов и овощей, плюс жесткость воды могу измерять. И еще можно измерять радиоактивный фон и уровень излучения конкретных объектов. Так, открываем нашу коробочку, она вот так открывается. Ух ты, Глянь, здесь еще мешочек какой красивый. Та-дам. Так, здесь еще что-то. А, зарядка. Даже давай все проверим. Тут проводочек. Ой, какая, слушай, Лянь, тема, да, зеленая? Ну да, USB. USB, зарядка, все. Как телефон заряжается. Полный комплект. Итак, я включила наш прибор, сняла защитный колпачок. Здесь будет сейчас много интересного теста. У меня здесь разная вода. Давайте сначала мы проверим нитраты в яблоке и в картошке, то, что у меня здесь есть. Значит, нажимаем фрукты, выбираем яблоко. Яблоко. Вставляем. Протыкаем. Начать тест. Все происходит очень быстро. Так. И, кстати, здесь очень удобно. Вот что мне понравилось сразу, что не нужно бежать в инструкцию, смотреть, что значит там такое количество нитратов. А сразу здесь зелененьким все светится, да. Написан результат. Проверено. Содержание нитратов в норме. Картофель. Протыкаем. Начать тест. Картофель еще не проверяла, девочки, вот этот. Внимание, содержание нитратов повышенное, 330. Вы понимаете? Я теперь картошку буду тщательно выбирать. Кстати, я слышала в отзывах, что вообще девочки, у которых есть такой прибор, они ходят прямо в магазин туда. Мы проверяем жесткость воды. Вставляю. Первая у меня здесь вода. Это вода, которую я заказываю в Горная вершина. Значит, здесь 53, но написано мягкое. Вот ППМ, 53 содержание, да. Нас устраивает, в принципе, мягкая вода, отлично. Следующую водичку, которую мы будем проверять, это та, что течет с моего крана. Вставляем. Кстати, я разобралась здесь без инструкции. Я инструкцию вообще не читала. Написано достаточно жестко, 285. Теперь давайте приступим к водице, которая из моего фильтра. Смотрите. Папа-бам! 512 жесткости, девочки. Это просто трындец. Это вода из фильтра. Это фильтр, который я купила, блин, специально, чтобы пить мягкую воду. Это вода не то, что пить нельзя. А я еще думаю, что у меня вода эта. Накипь от нее получается намного больше, чем от воды, которая из крана. В общем, завтра же я уже звоню людям, которые придут, все сделают, посмотрят, как у меня все подключено. И это все благодаря этому тесту, понимаете? Я, честно, в шоке. Помимо этого, здесь можно количество нитратов смотреть в мясе. То есть мясо мы набираем и просто в мясо вставляем, начать тест. В рыбе. Рыба тоже. Также можно измерять радиацию. Сейчас измерила радиацию некоторых предметов. И вообще, в общем-то, в квартире у меня все в норме. Но вообще радиацию может давать показатели повышенные. Например, какие-то стройматериалы, старые игрушки, грибы, ягоды. И это на самом деле все очень сказывается на здоровье, на зрении. Поэтому периодически нужно проверять помещение и предметы на радиацию. У меня все хорошо, слава богу. Что касается нитратов, то вы, наверное, знаете, что нитраты могут по-разному сказываться. Например, на взрослого здорового человека он может обойтись отравлением или поносом. Но, например, для пожилых людей и детей это может все закончиться намного плачевнее. Мой прибор GreenTest Eco 5 – это самая старшая, самая функциональная модель в линейке устройств GreenTest. Есть также другие модели, они могут стоить чуть бюджетнее. Здесь я оставлю вам промо-код, по которому вы сможете получить дополнительную скидку до 25 декабря. Кстати, любой полезный гаджет – это отличный новогодний подарок, который уж точно порадует и пригодится абсолютно каждому. А чтобы вам легче было определиться с выбором, обязательно переходите на страницу, где собраны все самые функциональные устройства. Та-дам! Мои хорошие, день следующий. Мы с Денечкой собираемся по делам. Кисенька, блин, надо зеркало протереть. Как всегда, оно у нас заляпанное, потому что Денечка сидит, все время вот так вот заляпывает. Все, и я тут, конечно же. Куртка, смотрите, с моего магазина. Размер на мне сейчас вот прям на зиму хорошо подходит. Сейчас у нас не лютая зима, да, но сверху теплого костюма. Хочется что-то легенькое одеть, так, чтобы, знаете, быстро забежала туда-сюда. У меня осталось буквально несколько таких курток. Я взяла сейчас себе размер 48-й. Это XL-ка. Ну, во-первых, я люблю, чтобы она побольше, да, вот так казалась. Такая объемненькая. Вот. И, короче, 48-й размер. Но мне бы сюда, на самом деле, она такая чуть-чуть просторная. Мне сюда и 46-й бы подошел, и 48-й. Вот. А вообще она идет размер в размер. Вообще у меня много этих курток накупили. Осталось уже совсем немного. Есть в красном цвете и в черном. Вот так-то. Вот. Если кому-то интересно, пишите мне в директ, в инстаграме все ссылки под видео. Все, Денечка, собираемся, идем потом домой снимать. Дел кучи. Я такая вся немножко встревоженная. Беру с собой. Вышли на улице. Слушайте, погода, на самом деле, шикарная. Единственное, знаете, такое серость и мрак на улице. Такое настроение обычно навеивает грусть. Я надеюсь, это ветер, ветер. Ветер, вот это не карьер. Все, сейчас прогуляемся заодно. И потом домой или там еще какой-то магазин заехать. Всем доброго дня, мои хорошие. День следующий. Уже на самом деле, на самом деле, без пяти и четыре. Уже практически вечер. Я сейчас искупалась, сделала уходик за лицом. Попробовала там новые такие штучки. Ну, одну только попробовала. Попробую несколько раз серию. Вообще, мне понравилось именно использование. Стеллари называется. Давно мне еще присылали. А я так вам и не сделала обзор. Ну, вы просили, да? Но я не буду делать обзор. Просто скажу отзыв, если оно будет прям супер-классное. Пока что я только попробовала. Что я сегодня делаю дома? Ну, вот, привелась я в порядок. Я уже пять дней не могу снять видео. Вообще. Ну, те, которые видео я запланировала для вас, никак не могу их снять. Потому что то одно, то другое, то третье. И каждый раз выход из дома, это такое, знаете, пришла домой и устала. Вот. И, наконец-таки, день сегодня я посвящаю прям вот себе, работе. Никуда не надо спешить. Никуда не нужно ехать. Я все сделала. Сижу. На улице, правда, погода серая. Но я пью кофе и бодрюсь. Как-то, знаете, вот этот вариант, когда никуда не надо идти, он просто какое-то удовлетворение внутреннее внутри. Нормально я сказала, удовлетворение внутреннее, внутри. Вот это я можу. Сейчас варю яйца. Сварила сосиски. Денька сосиски у меня не ест. Вот, он яйца любит. Сейчас будет кушать. А потом что еще? Буду снимать. Естественным путем, как и говорила, сушу свои волосы по возможности всегда. И рада, что никуда не спешу. Пусть они немного высушатся. А потом я их накручу. Мне больше нравится, когда я прям с укладкой. На что я кручусь, кстати, часто спрашивают. Я уже показывала. Могу еще раз показать. Плойка делает очень естественные кудри. Ну, такие волны, я бы сказала. Даже не кудри, а волны делают. И я даже до конца не накручиваю. То есть у меня прямые кончики. Дюволь или дювале, как она там называется. По-разному все называют. Самый большой диаметр вот такой вот. И все. Без щипцов, без ничего. Классная штука. Очень быстро нагревается, быстро остывает и быстро крутит. Вот. Волосы подсмываются потихоньку. Становится такой цвет более благородный. Все больше и больше мне делают комплименты по поводу цвета. Ну, я рада. И мне нравится. Но все равно будем пробовать еще холодниночку добавлять какую-то. А так все хорошо, настроение новогоднее. Жду всякие разные заказы, которые делала, которые буду дарить на Новый год своим подружкам всем. Ну, и все. Сейчас покушаем. Буду снимать видео. Пока вечер со мной. А еще, девочки. Почему-то мост ТВ с этим телевизором все время включен. Вот. Все видишь, все контролируешь. Да, чуть что до чего-то дотянуться быстренько взял. Кофе здесь намутил себе. И вот как-то это. Ну, вообще классно. И здесь, если что, вкусняшки сразу какие-то у меня лежат. Очень удобно. Такая перестановонька. Вообще, если честно, вот мне интересно, как вы относитесь к перестановкам. Я в детстве, и вот сколько я себя помню, я очень люблю перестановки. Я очень люблю перемены в квартире. Такое ощущение, что ты заново жить начинаешь. Вот. Я просто знаю, что есть люди. Мне интересно, как с перестановками. Есть ли люди, которые не любят в квартире перестановки? Которые вот так вот сделали однажды как-то, да, и они кайфуют. Если у них перестановка в квартире по какой-то причине, может быть, не по их внутренней, да, а вот обстоятельства, они начинают испытывать дискомфорт. Есть такие? Или в основном все любят дома перестанавливать все, по-новому себя чувствовать, как будто новая квартира, новые ощущения. Вот мне интересен этот момент. Потому что я в жизни еще люблю перемены. Я вообще люблю в жизни перемены. Честно говоря, даже порой ловлю себя на мысли, что мне порой даже не важно, какого они характера. Да? То есть, конечно, никто не любит перемены к худшему. Но у меня так работают мозги, что я во всем худшем кажется, что что-то произошло ужасное. Но я во всем этом вижу плюсы всегда. И понимаю, что это все только к лучшему. И оно как-то внутри все сделано так, что ты реально видишь это, то, что к лучшему. Никогда еще в жизни, вот если обернуться назад, не было, что что-то произошло страшное, и все, и все за собой тянет страшное. Нет. Потом какие-то новые витки, новое осознание, знания, перемены, и все лучше, лучше, лучше. Ты как будто на вершину какую-то гребешь. Ну, вот такой взгляд. И поэтому в жизни я тоже очень люблю сильно перемены. И мне интересны вот те люди, которые, я знаю точно, что таких много, может даже и не большинство. Вот там, да, если 50 на 50, то как бы в лучшем случае 50 на 50 половина людей вообще не любят перемены в жизни. Не любят менять место работы, не любят менять там свое окружение, к примеру, там, да. Не любят какие-то там, ну, в основном, да, смена работы. Я всегда любила менять работу. Я как перчатки их меняла, меняла людей, знакомилась. Всегда вот эти вот контакты, связи какие-то. Сегодня ты вот в этой стихии, завтра ты в этой стихии. Сегодня у тебя один менталитет, потом ты уехал в другую страну, там другой менталитет, да. Потом какие-то обстоятельства, когда тебе надо приспосабливаться к чему-то. И вот есть люди, которые очень тяжело все это дело переживают, да. Вот мне интересно, с перестановками вот оно влияет, что если человек любит перемены в жизни, значит, он и любит перестановки. А если человек не любит перемены в жизни, очень сложно приспосабливается к чему-то новому. Но зато он любит перестановки дома. Напишите, как вы относитесь к этому. Любопытней ко мне стало. Философский вопрос такой. психологически я бы сказала пока у нас нет дивана мы вот приспособили такую штуку она сдувается с каждым днем я все больше заворачивая она из дивана превращается в кресло и даньку можно так катать и можно вот так вот шатать все смотри мультики точнее однажды в россии крошки не могу не поделиться обалденный сиси крем от faberlic я взяла его уже почти здесь нету ну хотя нет еще тяжеленькие но значит расход хороший потому что в последнее время я крашу лицо только им невероятно вообще вот если вы видите мое лицо на видео на фото это везде крашу им мне кажется пока его не израсходу я не успокоюсь просто идеальный цвет я подобрала светленький у меня цвет с защитой spf 15 очень равномерно наносится и очень классный такой здоровый отблеск дает легкое тонирующее покрытие с натуральным финишем рекомендовано для нормальной сухой кожи увлажняющее тональное средство для лица everyday обалдеть так что девчонки кто faberlic заказывает или там планирует я вам рекомендую заказать это средство ну и много всего там еще новогоднего faberlic есть вот главное угадать со своим цветом и еще кто кайфует от всех разных ароматов кто любит принимать ванну с пеной я рекомендую вот такой попробовать это пена для ванны ну вот банана мусс это просто невероятно крутой аромат я уже где-то говорила а может быть и нет может я забыла хочу чтобы вы знали это просто пушка настроение сразу просто жизнь сразу налаживается если у вас плохое настроение просто примите ванну вот с этим средством ведь у меня чуть-чуть осталось там по моему есть еще ароматы и я вот на днях собираюсь сделать заказ я хочу прям взять все и вообще раньше не принимала ванну с пеной только с солью но сейчас я добавляю соль потому что соль бывает не так сильно дает свой аромат как пена и тогда это вообще супер мега ароматерапия с солью в общем крутое восстановление в общем рекомендос от меня фух мои хорошие видео видео блин теперь видео снимать на самом деле не так просто как раньше потому что маленькая камера компактно знаете его поставил включил не подключаешь никаких микрофонов заряда надолго хватает потому что качество наверное там чутка поменьше и заряжать ее как-то проще и быстрее заряжается и в общем так говоря сейчас у меня вообще целое сооружение снаряжение вот так вот со стороны это примерно выглядело свет я чуть подвинула кофту натянула у меня на самом деле есть разные софтбоксы с рассеивающим светом но я решила вот кофту натянуть лайфхак у меня такой потому что все остальное мне наверху надо доставать и я тут экспериментирую вот так у меня камера стоит вот у меня один из фонов включен фонов очень много разных классных я постараюсь найти фон и потом накрасилась такая делась под фон знаете вот это был золотистый фон весь такой я такая все золотистая хотела подключить сначала этот микрофон но оказывается что я не догнала было бы круто на самом деле с этим звуком работать но у меня вот такой у меня вот такие микрофоны беспроводные бои и с ними не очень удобно почему потому что они работают от батареек да ну или от аккумуляторных батареек надо заряжать постоянно все это дело до либо тратится на батарейки батарейки очень быстро разряжаются и нужно следить за тем чтобы здесь горела лампочка тут горела лампочка и все короче коннектилась работала помимо того что ты снимаешь видео и думаешь о видео как бы его снять там да как хорошо где нужно еще за всеми лампочками этими смотреть на камере быстро садится батарейка вот и когда нужно какие-то товары сблизи прям снять да то опять это не просто это не просто снял камеру такое начинаешь снимать нет надо опять снова выстроить свет весь там как следует короче видео в два раза длиннее я начинаю снимать два раза длиннее потому что я как-то и нервничаю больше что ли потому что при за при за переживаю за все эти моменты к чему я вам все это говорю к тому что хочу чтобы знали я стараюсь и все это не просто так но не в том смысле что не просто так типа вы мечет у должны за это нет а именно что не все так легко но ради вас я готова тратить еще больше времени и так 24 на 7 трачу но готовы еще больше тратить чтобы ваши глазки радовались но я на самом деле кайфую я прям кайфую кайфую пересматриваю переслушиваю звук совсем другой качество видео совершенно другое вот кто оценил и понимает я рада я еще в прошлый раз я снимала была чуть темная картинка потому что я старалась сделать киношную такую картинку в этот раз я добавила чуть цвета и стараюсь чтобы вам нравилось чтобы вам нравилось чтобы вот прям на вам нравилось да вот такие вот дела деньку искупала она кормила сейчас надо еще мне поесть потому что я что так как-то кусочничаю да потом вот у меня начинает то там болеть то сям болит Денька, что-то под вечер начинает раздухаряться. В общем, думаю, еще хочется видео какое-то снять. У меня батарейка разрядилась в процессе. Я тут стояла, ждала, пока она зарядится. В общем, думаю, что что я вам еще снять. Мне прям что-то нравится, нравится. Новый фон, новая камера, новый звук, новое я такая все. Вот, короче, честно говоря, я подустала что-то уже и говорить, и подустала, и бегать подустала. Может быть, мне надо уже отдохнуть, чтобы не перегружать себя. Завтра, кстати, тоже у меня такой день, никуда вроде не надо идти. И, наверное, бы завтра я тоже бы еще поснимала. Сегодня накидаю идеи для видео. Вот, к ним подготовлюсь и буду снимать. Все, включаем телевизор. Я переоделась в домашнее. И прям мне хочется, я не знаю. Ладно, сейчас пока что не сосредоточена. Я посмотрю каналы. ТВ-каналы. ТВ-каналы, каналы, каналы. Как думаете, что я включу? Расслабон. Да, вот. А куда ты залез, мальчик? Твой на ТНТ. Это ТНТ, я включила ТНТ. Я переоделась. Кстати, у меня такая прическа, которая никак не могу огульку заблести. Она же у меня каскадом. Я поднимаю все вверх, и оно, короче, там не закалывается. Что-то более-менее закололо. Короче, для меня отдыхаю в тот момент, когда все, значит, на голове можно не стараться, чтобы было все красиво. Одеваю удобную маечку, брючки. Сейчас я сделаю чай, сделаю бутербродик. Включу отвлекающую абсолютно программу. И буду на релаксе. А еще вот это я целый день снимала. Не целый день, нет, я полдня готовилась, конечно же. Я начала под вечер уже снимать. Но полдня готовилась. То-то, то-то, то-то сделать. Нужно же комфортно себя чувствовать, быть вдохновленной. А еще и монтировать это все нужно. Хорошо, что мне помогает моя фисташечка. Большую часть видео монтирует она, за что ей большое спасибо. Я без нее не знаю, что делать. Наверное, нон-стоп просто такая... Не вылазила без контакта. Сейчас решила приготовить постное меню. Чайный пирог называется. Мне понравились ингредиенты, они все у меня есть. Готовится он будет час, выпекаться в мультиварке. Это классно, что все смешал, поставил в мультиварку на час. И все, потом достаешь и пробуешь. Здесь из необычных ингредиентов это один мерный стакан крепкого чая. Вот сейчас я чай заварю из фикс-прайса. Чай как раз-таки он фруктовый, но на вкус он прям черный-черный. Сейчас я его крепко-крепко заварю. Нужен будет один стакан. Так, ну что, еще нам понадобятся ингредиенты. Это какие? Это джем. Но у меня нет джема, у меня есть потертая черная смородина с сахаром. Но все равно там все надо перемешать. В общем, она вкусная. Одно яблоко. Урвала одно яблоко. Денька их ест. У меня просто безбожно по 5 штук в день может есть. Также у нас разрыхлитель для теста пол чайной ложки. И ванильный сахар пол чайной ложки. Вместо сахара здесь нужна одна вторая мерного стакана. Я добавлю, ну, чайную ложку, 2, наверное, вот этого, своего сахарозаменителя. Нам нужно будет растительное масло, 3 столовые ложки. Я возьму оливковое. И вот грецкий орех по вкусу. Ну, короче, он какой-то отсыревший. Я его купила уже отсыревший, представляете? Не буду использовать. Это вдруг он перевернуло. Короче, у меня есть вот такие вот орехи пекана. Они вроде вкусные, не отсыревшие. Я буду их добавлять, ну, немножко. Так, изюм. Еще нам понадобится изюм. Сейчас я его немного размекчу. Мне вот такой именно нравится. Ну, и сколько у нас тут двумерных стаканов муки высшего сорта. Итак, сейчас я добавила сюда 2,5 ложки сахарозаменителя, пол чайной ложки разрыхлителя, пол чайной ложки ванилина. Теперь вот заварился мой чай. Я его сюда добавляю. Сейчас все это перемешаю. И еще добавлю сюда 3 ложечки джема. Может, даже 2, 3, может, даже много. Вот такая страшная у меня получается смесь из-за джема. Главное, чтобы было вкусно. А еще у меня нет муки обычной, высшего сорта. Я буду использовать рисовую. Она подходит для выпечки, для всего. Так, вот что у меня получилось, девочки. Не покайтесь, у меня все заляпано, потому что я сейчас вспомнила, зачем нужна была эта чаша пластиковая. Знаете, такая чаша. В середину вставляешь что-то, и чтобы не брызгало. Реально, оно все брызгало. Я думаю, блин, чем же мне закрыть? Я, в общем, рукой так закрывала. Вот получилась какая смесь. То есть, она не жидкая получилась, а вот такая. Я даже не досыпала еще чуть-чуть этого муки. Вот, сейчас добавлю изюм. Добавлю яблоко и орехи. Все это делается по вкусу и в мультиварку на 1 час на выпечку. Так, добавила одно яблочко. Она у меня маленькая. Горстку изюма вы видели. И добавила, ну, где-то 4 больших ореха. Размельчила их немножко здесь. Сейчас все это перемешаю. В общем, получилось как-то так. Пошла разогрею эту мультиварку. Мультиварку промазала я тоже оливковым маслом, потому что у меня нет сливочного закончилось, к сожалению. Там было написано сливочным. Так, ну, сейчас все это переложу. Закрываем. Вот елки-моталки. Беру камеру, а она вся просто какая-то слякать просто на камере какая-то. Сейчас вспомнила, сейчас быстро поставила посуду, мыться в посудомойку. Быстро все поубирала, чистенько. И прям рада, что быстро все это сделала. И вот я уже хочу с вами поделиться. Вот книжка, которую я читала, я вам уже говорила в одном из видео. Я читаю там в конце блога, не буду повторяться. Но самые главные правила, которые я из этой книжки, там, правила порядка или что-то такое, там, время порядка, что-то такое. Самые главные правила, которые я оттуда вынесла, это первое, то, что у каждой вещи должно быть свое место. Очень часто у нас скапливается очень много вещей где-то, да, потому что у них просто нет своего места. Нужно, чтобы было свое место, где вот идеально оно смотрится, не мешает и как бы на своем месте. Обязательно каждой вещи нужно найти свое место. Второе, это то, что место этой вещи должно быть недалеко от ее пользования. И еще, если вещь, которой вы часто пользуетесь, ее место не должно быть где-то далеко, потому что вам будет все время лень куда-то это убирать далеко, все, и поэтому вы будете класть туда, где удобно, да. И, соответственно, ну, да, переносить вот это неудобно. Если, например, у нас ложки, вилки, мы пользуемся ими на кухне, да, охранятся они где-нибудь там в прихожей или там в другом конце, где-то в серванте, то не кайф будет таскаться. Вот важное правило. Ну и, конечно же, сразу убирать все на место. Но я заметила, что вот я сейчас стараюсь, каждый раз, когда я вижу, что какой-то вещи нет места, думаю, куда ее положить, у нее нет места. Я сразу стараюсь ей найти это место. И на самом деле очень быстро убираться. Даже если я что-то готовлю, все везде подоставала, я это быстро убираю, потому что я знаю, где что лежит. Быстро туда это, туда это, туда это. Это вытерла старешницу и красота. Так что полезная книжка. Но это то, что я сейчас вот самое главное выделила, да. Еще очень много всего, но они по ходу всплывают воспоминать, потому что там сто правил. В общем, вкусняшка готовится. Не знаю, что там за вкусняшка получится. Попробуем вместе. Посуда моется, да. Осталось робота включить. Будут полы пылесоситься и мыситься. Кстати, столько сегодня всего мы накрошили. Надо его включить. Пусть будет. Ну все, работает моя Юфи-девочка. Сейчас вот она помощница, моя крошка. Сейчас она вот так вот пройдется по периметру. Вот так вот все-все-все пройдет, пройдет, как след прочистит. А потом так чук-чик-чик-чик-чик. А, она еще туда пойдет. Мы здесь тоже все прибрали. В общем, прихожку помоется, чай связал. Все, дети сходят с ума. А я тем самым временем сделаю себе чай. Вот так вот. Две плюшки из фикс-прайса. Апельсиновые. Ну, они особо сильно апельсиновыми не чувствуются, но прикольные. Чай вот такой вот у меня получился. Кружки все грязные я бросила в посудомойку. Остались мои нелюбимые кружки. По-моему, тоже я их брала в фикс-прайсе. Но мне не нравится, что они такие высокие. Их неудобно мыть. Вообще, короче, они некомфортные. Девочки, пока укладывала Дэнни, сейчас встаю, а уже готов наш пирог. Смотрите. На вид он такой немного страшноватый, да? Сейчас я его достану, и мы с вами попробуем. Я как раз чай захотела сделать. Так, вот так он выглядит. Смотрите, переверну. Ну, вроде симпатичный, пахнет вкусно. Теперь нам вкус надо попробовать. Не забываем, что здесь рисовая мука. Слушайте. Ну, очень необычный вкус. Прям необычный вкус теста. Вкусный. Интересно попробовать то же самое, только с нормальной мукой. Я даже не могу понять, что мне напоминает это. Кстати, сахара замените, я могла положить меньше. Одну ложку хватит. Но вкусно. Фух. Ну что, мои хорошие. Съела я пол пирога. Пока ела, долго пыталась понять, на что же этот пирог похож. Если бы я положила туда больше орехов, я поняла наконец-таки, что напоминает он мне вкус. Вот эти восточные сладости, как она называется, с орехами и в фруктовой такой оболочке. Блин. Вот любит эта кошка залезть, вот как только открывается посудомойка, она сразу залазит туда и сидит там. И вот пытается залезть. Все, что-то ей там нравится. Получилось тесто такое, не просто какое-то, оно не бисквитное, понятно, да. А получилось тесто какое-то немного такое, как будто прорезиненное, легкое, да. Может быть, это из-за рисовой муки она делает, ну, может быть, рисовая мука делает таким тесто, да. Не знаю, как с обычной мукой все это дело будет, да, но вот мне понравилось. Я прям пол пирога съела, умяла, у меня полный живот и выпила огромную кружку вот такой чая. Так как у меня получился он очень сладкий, я пила чай без сахара вообще, черный. А я черный чай без сахара вообще не пью. Вот. И прям вот изюмчик и яблоки вообще волшебно. Волшебно получилось. Думаю, завтра дам попробовать Дэнечке, надеюсь, ему понравится, хоть съесть хоть один кусочек. А еще мне интересно, там присутствует целый стакан крепкого чая. Я съела сейчас половину, считаю, я полстакана крепкого чая выпила же. Считается это так интересно? Съела. Съела полстакана крепкого чая и выпила стакан ели крепкого чая. Может, мне сейчас как взбодрит этот пирог. В общем, вот такой рецептик расскажите и напишите в комментариях, кто-нибудь вообще слышал о таком, вообще делал когда-нибудь такое. И попробуйте, только с обычной мукой. Ну, с рисовой вы поняли, да, она прорезиненная. Не знаю, с обычной какой будет. Надо будет как-нибудь попробовать. Но этот мне понравился. Начала читать новую книгу Паула Куэлью. «Алев» называется. Это тоже одна из новых его книг. Но мне нравится начало. Я люблю вообще, когда автор про себя рассказывает. Ну да, вот. Особенно Паула Куэлью. Не просто автор, да, а Паула Куэлью. И все его книги, где он рассказывает про себя, какую-то историю путешествия своего сознания, там, да, вот эти вот все странствия. Мне очень любопытно. Всякие его мысли, умозаключения. Чем когда он историю о ком-то рассказывает, как-то мне не зашло. Вот. В общем, ладно, пока прощаюсь с вами. Сейчас надо еще доделать съемки там, доснимать. Дошки мои, знаете, сколько сейчас время? Ну, просто чтобы вы знали, во сколько блогеры иногда ложатся спать. И я, честно говоря, у меня ежедневник теперь новый, классный. Я это все записываю. Я сделала только половину всего. И я не скажу, что я там тупила. Я делала потихоньку, размеренно все. Без особой суеты в голове. Я сделала только половину дел. Поэтому у меня навалились на завтра еще новые дела. И дела, которые сегодня остались. То есть на сегодня уже, да? Потому что время... На сегодня, да. Потому что время сейчас без 15.06 утра. Я только ложусь спать. Проснусь. Завтра посмотрим во сколько. Наверное, как сына меня разбудит. Буду кофем заливаться. Спокойного утра. Добрый вечер, мои хорошие. Уже вечер следующего дня. Я проснулась, кстати, на удивление. С песком в глазах. Ну, не поздно. Полдвенадцатого где-то Денька меня разбудил. Да, я уже встала. Начала пить кофе. До сих пор выпью сейчас. Полшестого вечера. Конечно, это вообще не вариант так поздно ложиться. Но зато те вещи, которые я откладывала очень долго, я наконец-таки сделала. С ежедневником все очень-очень удобно. Сейчас настраиваюсь снимать вам видео новые. Сейчас буду думать над фоном. Как накраситься. Как приодеться. Хочется делать все новенькое. Что-то для вас интересненькое. Все очень хорошо оценили. Первое видео, которое зашло в фикс прайс. С фоном. Вот. С новым. Ну, какие-то рекомендации маленькие дали. Я постараюсь сейчас настроить камеру получше как-то. Вот. Ну, я рада, что всем заходит. И мне самой как-то как новый виток в съемках идет сейчас. Сейчас такая немного спокойная. Кофе он как бы бодрит, но не до конца. Такие домашние будни. За окном все еще серо. Блин. Пусть будет зима, пусть будет холодно, но только пусть будет солнце. Солнце просто сразу дает поток энергии. Вот. В общем, все спокойно. Делаем домашние дела. Даже особо снимать и нечего сейчас во влог. Ну, вот знайте, что есть такие дни, когда я сижу дома. Ничего не делаю, хотела сказать. Когда я сижу дома и делаю как раз таки то, что у меня обычно накапливается. Когда я где-нибудь гуляю. А точнее не гуляю, а бегаю. То туда сходить, то туда сходить. Честно говоря, сейчас бы я такая повалялась бы. Включила бы какой-нибудь сериальчик. Взяла бы чаю. И все. И ни о чем бы не думала. Но надо снимать. У меня, блин, намечено много разных видео. Вообще не люблю такие видео снимать. Вот это вот, знаете, вот это вот сижу, я такая рассказываю о своих планах. Никаких особых картин не происходит. Это у меня здесь происходит. Я просто не хочу красить ваши впечатления и говорить, вот я тут снимаю вот это. Вот сейчас у меня вот это будет, вот это. И я как бы вот сижу здесь в своем углу, да. Это супер. И чтоб не красить впечатления, рассказываю вам минимум. На самом деле у меня тут все бегает. Ой, а что моя Коша делает тут? Сначала Денька поиграл, да, теперь ты играешь? Ну-ка покажи, как ты играешь, Коша моя. А я слышу... А так вот она играет. А я слышу, что-то тут это... Трещит что-то. Думаю, где моя девочка, где моя кошечка? Она вот так загнала. Ой, как ты у меня играешь, супер-пупер, как человечина. Ну-ка, ну-ка покажи. Давай с мамой поиграем, хочешь? Иди с мамой поиграй. Смотри, Милка, Милка. Милка, Милка. С мамкой играй. Оп. Смотри. Кошка, играй. Че мой девочек? Че мой такой малка, манки, яка моя макочка. С мамой хочешь поиграть? Ах ты напала на маму Ах ты напала Ах ты девчонка напала на маму Кто на мать нападает Кто на мать нападает Так ну что Наснимала себе всяко разных видео Сейчас я заказала пиццу Потому что нет Было возможности Времени приготовить Ну кое что там осталось Это вкусняшка со вчера Такое тоже на быструю руку А хочется что-то прикольного вкусного Я заказала пиццу Заказала пиццу по половину 4 сыра на тонком тесте А вторая половина мясная Рулетики всякие разные Два вида заказала Так что сейчас мы с Данькой поедим Он любит пиццу с сыром С мясом вряд ли будет есть Но попробуем дать И будем укладываться спать Вот опять день пролетел Весь за съемками Вот у нас пицца Моя любимая 4 сыра Вот эта мясная Вот это в подарок нам была вообще пицца И еще взяла вот такие рулетики Вкусняшки Мне кажется Ой они горячие Мне кажется они такие вкусные Горячие Боже они такие вкусные Сейчас Данька обалдеет Всем доброго дня Точнее доброго вечера Да у нас на улице уже тепло У нас на улице уже темно Мы выехали из дома Два дня я снимала Просто снимала-снимала И на самом деле мне еще надо много чего снимать Но сегодня я решила Что пора выйти На улице хорошее покое Несмотря на то что пасмурно И серо на улице У нас ноль градусов И нет ветра А это ли не радость? Вот сейчас я собираюсь ездить По некоторым делам Думаю вам снять видео Там на второй канал Которого вы давно просите Вот сейчас еду в магазин Для того чтобы посмотреть Что там продается для этого видео Вот Потом поеду посылку заберу И потом собираюсь Отвезти Даньку куда-то попрыгать Повеселиться Куда он очень любит И потом вкусно покушаем Ну а потом уже вернемся домой Я его уложу спать И буду продолжать съемки Вас берем с собой У меня кстати новая оплетка Я заказала две оплетки Они обе пришли Будет видео распаковочки с Алиэкспресс Но вот я здесь во влоге Вам покажу одну из оплеток Как она смотрится Я к ней привыкаю Но очень довольная Так Руль аккуратненько теперь смотрится Такая вот я Драгон Драгон Ну что мои хорошие Мы приехали Денька рад и счастлив Находит сразу все занятия Но вообще его привела Вот В детскую игровую Которую переделывали Здесь у нас В H2O находится Сейчас пойдет прыгать веселиться Хотя я смотрю на батутных Нет никого Наверное только отдельная Вон комната Вот там Сейчас надо все узнать Пойду узнаю Деньги поправлю тебя Все Денька За это волосы На батуте никого нет Пока все перешли В детскую Там день рождения у кого-то Пойдем Пойдем к деткам Пойдем Нет Ты тут будешь Только не прыгай Зайка Вот туда Иди Вот туда Да Что-то я носки не по цвету Выиграла Хотя нет Он под надпись подходит Кто это тут катается Кто это тут катается Деньги поправлю тебя 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 Все замки поперекрутил Все пооткрывал Позакрывал А мороженка еще дашь Дай мороженка Розовая Розовая мороженка Ой, спасибо Какой добрый мальчик Маме чай сделаешь? Бери стаканчик Стаканчик бери Нашел? Да, давай сюда Наливай чай Спасибо, рыбка моя Сколько стоит? Один Любимая игра Ой, сколько у тебя там денег В кассе-то заработал Кафе Прикольно Так со вкусом у вас в кафе сделано Фонарик Сегодня вечер посвящен Денечке Теперь мы пришли в любимое место Макароны Макароны, да Я, как всегда, когда прихожу в это место Я забываю о диете Потому что здесь обалденное жаркое Картофельное С индейкой Не могу себе отказать Беру Ну, а Денни Макароны любимые его, как всегда Потом в десерте какой-нибудь вкусненький В общем, релаксируем Потом домой Сейчас поели Ждем мороженое Я смотрю Денни У него уже так глазки закрываются Он такой уставший Думаю, сейчас в машине уснет И как-то его придется транспортировать домой А у меня еще огромная в багажнике посылка, которую надо донести Так что на руках я его не смогу донести Придется будить Но должен спать сегодня крепко Ты напрыгался? Да Пока-пока Это я не мороженое Что, нету там? Ложечки Ложкой надо, Кися Ой, как ты просто Аккуратно, аккуратно, Кися Вот это, кушай Упадет сейчас Нагулялись Накупались Обожаю это полотенце Тем, что оно такое большое Просто так закутал Прям с батареи Да Включила стирку Все Выполнила прям Сегодняшний Супер план Так Купила деньги В Мазерке Взошла в Мазерке Ке Правильно читаю Ке Так Со скидкой Мы здесь купили За сколько? За 699 рублей Такие брючки Вот они Такие Я взяла на вырос Тоже 116 размер Но они не сильно На самом деле Отличались 110 и 116 Они внутри с начосиком Вообще Это был костюм Но у них отдельно Продается верх Отдельно продается низ И низ Было много Всяких А верх Оставались два малюсеньких Там 92 80 размер Совсем маленькие Два Свитшотика Короче Ну я взяла Темные Такие классные Еще подумываю Взять ему термобелье Смотрела Разные Всякие Цены Там От От двух Пока то что я нашла От двух тысяч До Четырех До пяти Вот Если кто-то Какое-то термобелье Ну покупал Хорошее Посоветуйте мне Такое мягкое Чтоб прям комфортно Тепло было ребенку Это кто любит По пакетам лазить Ну все Это вот Милка Пожалуйста Здравствуйте Пойдемте Я купила кошку Пойдемте Кошечка Я вас купила Приходим домой Ой Кошка Выходи Теперь ты будешь здесь жить Я тебя купила Я купила тебе кошка Вот так вот Я не могу Я откуда налез В пакет Брошу Невозможная кошка Ну что это такое Ну ты такой ребенок Невозможный Ребенок Проходите за уши Подали Пакет Бурчит Слышно Ну что Мои хорошие Я уложила Денечку Спать Запустила вторую Стирку Я умничка Молодец Сейчас вам буду монтировать Видео Влог Вот этот вот И еще хотела сказать Если я не говорила вам Еще То хочу сказать Что просто Биоревитализация Это просто Пушка Честно говоря Я Хожу в каждое зеркало Заглядываюсь Крашусь Умываюсь С удовольствием Все это делаю Я смотрю Как изменилось Мое лицо Как оно реально Просто Просто Преобразилось Честно говоря Ни от одной Процедуры Я еще такого Результата Не видела И это реально Один раз Я сделала Я не представляю Что будет После второго И третьего раза Может быть Действительно Мне не придется Делать других Каких-то процедур Потому что Я уже удовлетворена Честно Если бы не нужно Было делать Последующие процедуры Для курса Я бы и не шла Их делать Потому что Я настолько удовлетворена Своим лицом Сейчас Вот Но я сделаю курс Потому что Так полагается Может быть Эффект будет на дольше Я еще спрошу Кстати у мастера Что если я с первого Раза вижу Такой результат То обязательно Или проходить курс И вам это Во влоге уже потом скажу Также я написала Своему мастеру По бровям Я хочу освежить Что-то вы мне сказали Когда на брови Когда на брови Я сама уже думаю Что я их часто Подкрашивать начала Надо их освежить Сделать по Насыщеннее Видимо они уже Подстерлись Как говорится Уже год прошел Точно Когда я делала брови Вот И еще Что я вам хотела сказать О том Что хорошая новость Скоро Совсем скоро Буквально там Видео через видео У меня будет конкурс На канале Здесь на канале Да Но пока Его нет Вы можете поучаствовать В конкурсе У Люси Она выпустила Сейчас Она вот День в день Мы должны выпустить Ролики Так получилось Что день в день У нас выходят ролики Вот завтра Я вам выкладываю Этот влог И она в этот же день Выкладывает Свой Своё Видеоконкурс В этом конкурсе Она разыгрывает Бьюти бокс Со своего магазина Она сделала Обалденный Большой боксик Положила туда Самые прикольные Вообще Бьюти штучки Которые ей нравятся На которые делала На тест обзоры Вот И вы сможете выиграть Сейчас у неё Не так много Подписчиков И шансы Очень большие Выиграть Всё это дело Поэтому Присоединяйтесь Условия Как всегда Очень простые Вот И участвуйте В конкурсе Ссылку кстати На её видео С конкурсом Я оставлю под видео Чтобы вам Легче было добраться Вот Всем желаю Удачи Кстати А буквально Там через несколько дней Уже будет конкурс У меня Вот Всё Мои хорошие Я вас люблю Целую Прощаюсь До следующего видео Обязательно подписывайтесь Чтобы не упустить новые Кайфучие видео Ставьте лайк Мне будет очень приятно Пишите комментарии Столько событий всяких Что-то произошло И что-то не произошло Я уже не знаю Что я там снимала Сейчас сяду Буду монтировать И сама вспоминать Вообще Как я те дни прожила Ну всё прекрасно Настроение огонь Прощаюсь До следующего видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok